На прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде страны-члены блока утвердили новую стратегическую концепцию. В ней Россия была названа самой значительной и прямой угрозой, а не стратегическим партнёром. Украине единогласно утвердили долгосрочную поддержку. Официально пригласили Швецию и Финляндию присоединиться к Альянсу. Вильнюсе Киев рассчитывает от НАТО получить долгосрочные гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы хотели бы иметь соответствующие гарантии безопасности на этом пути, пока мы не в Альянсе. Мы должны продолжать поддержку. Нужно гарантировать, что когда закончится война, Россия не сможет продолжать подрывать европейскую безопасность. Нужно разорвать этот круг российской агрессии. Для этого Украина должна иметь свои мощные вооружённые силы для сдерживания возможной агрессии». Аналитики предполагают, по итогам июльского саммита Украина может присоединиться к силам реагирования НАТО, как ранее Финляндия и Швеция. «Британские силы, это часть НАТО, к которым была присоединена Швеция и Финляндия до того, как они начали саму процедуру. Присоединение Украины к системе военного планирования НАТО, когда в центре НАТО, суть альянса как военно-политического объединения, там лежит процесс совместного планирования обороны». Одним из важных аспектов сотрудничества Украины НАТО на саммите в Вильнюсе будет вопрос о создании эффективной системы оперативного боевого управления связи, разведки и наблюдения, говорят аналитики. По словам американских инженеров, сейчас IT-компании исследуют, могут ли действующие технологии в НАТО быстро реагировать в условиях больших военных конфликтов. Уже на Вильнюском саммите вопрос сохранения технологического доминирования на поле боя для альянса ключевой, подчеркивают американские инженеры. «То, что действительно меня волнует, что будет, если мы окажемся в ситуации, которая выходит за рамки пятой статьи, то есть в случае прямой агрессии. Мы тренируемся для таких сценариев, но что еще мы должны предвидеть? Мы как НАТО? Я думаю, что это то, чего не хватает в существующей системе в нынешних условиях. Как мы собираемся командовать, управлять, получать информацию, связь и как мы будем обмениваться этим? Есть много технологий, которые выходят на передний план для успешных действий на поле боя. Некоторые из них уже использовались на войне в Украине. Сегодня спутниковые снимки и спутниковые коммуникации являются частью архитектуры НАТО. Мы хотим воспользоваться всем, что мы можем применить в бою». По словам генерала польских вооруженных сил Томаша Петровского, предстоящий саммит НАТО принесет колоссальные изменения в оборонной стратегии. Кристина Домбровская для телеканала Freedom.